Для тех, кто не очень в курсе, надо сказать о базовой составляющей ММА. Итак, смешанный боевой стиль воинских искусств – это синтез всех стилей, в которых можно наносить удары руками и ногами, бороться на полу, проводить болевые и удушающие приемы. Это бой до полной победы, и поскольку воины здесь сражаются отчаянно и не сдаются даже в критический момент, то судьям приходится предельно внимательно смотреть за тем, что происходит в ринге в избежание травм. «Эти парни просто не умеют сдаваться», – заметил наблюдавший за поединками заместитель руководителя регионального отделения Союза ветеранов Афганистана Николай Штонда. Уж он-то знает, что говорит. «Союз ветеранов Афганистана приветствует такие турниры, потому что мы сегодня видим защитников нашего отечества». На чемпионате сошлись в ринге представители нескольких команд из районов Рязанской области. Это значит, что смешанные язноборства прижились в регионе, и теперь можно отбирать лучших бойцов на соревнования высокого ранга. «Сейчас проходит отбор на центральный федеральный округ активных самых лучших спортсменов, который состоится 25 апреля в городе Белгороде». Надо напомнить, что в этом январе стало известно о третьей рязанской сенсации жизни смешанных единоборств. Есть информация, что достигнута договоренность о строительстве в Рязани центра развития ММА. Задействованы в этом и министр спорта России Виталий Мутко, и даже президент России Владимир Путин. Когда проект будет реализован, центр станет шестым в нашей стране. Так что впереди у рязанских бойцов, а также неофитов смешанного стиля, большие перспективы.